Счетчик транжира. Жители нескольких домов в Волжском районе подозревают, что тепловых дома подается по слишком завышенной цене. Это на словах подтверждают и сами энергетики, но отладить неправильный счетчик тепла не могут вот уже несколько лет. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Мы с девятого года уже мучаемся. То есть нас каждый раз бьет Паркинсон, когда приходит к нам распечатка. Судя по январской расчетке, за обогрев двухкомнатной квартиры 48 квадратных метров Наталья должна заплатить более 3,5 тысяч рублей. Такие немаленькие суммы приходят и соседям. Женщина показывает виновника – тепловой счетчик. Подобные устройства установили 6 лет назад в доме номер один по улице Молодежная и еще в шести домах поселка Зональный. С тех пор жители бьются над неразрешимой загадкой. Счетчики вообще-то устанавливают для экономии, я так полагаю. У нас так получилось, что мы по счетчику платили 2, а то и 3 раза больше. Но где же тогда экономия? Наталья Владимировна показывает свою типичную двушку на первом этаже. Здесь тепло, на градуснике плюс 25. Но 80 рублей за обогрев каждого квадратного метра при городском нормативе 46 рублей. Дорого, считает женщина. Поставщик тепла, Волжская ТГК, вроде тоже подтверждает, что установленный тариф такому дому не подходит. Слишком маленькая этажность и кубатура строения. Выход простой – перенастроить счетчик. Волжская ТГК это делать отказывается. Они нам сказали, ну вам надо найти специалиста. Где же мы найдем специалиста, если у них есть? И инженеры теплотехники, и на поверке там. И там еще, там все у них есть. То есть где же мы еще больших специалистов не найдем, как у них? И вот нас, в шестой год, над нами просто-напросто издеваются. Что делать, мы не знаем уже. За шесть лет жители Заналки просили избавить их от прожорливых теплосчетчиков, Волжскую администрацию, жилищную инспекцию, прокуратуру, депутатов, комитет по тарифам. По мере накопления отписок копились подозрения. У меня такое вообще предположение. Вот они все теплотрассы по улице идут, совершенно голые. Но как-то их надо же, потери эти, возмещать. Так вот я так думаю, что нам их как раз раскидали, вернее установили нам счетчики так, чтобы мы оплачивали улицу, которая обогревается. В прошлом году жители попробовали игнорировать счетчик и платили за тепло по городскому нормативу. На них подали в суд управляющая компания и энергетики. И выиграли. На днях делегация из Занального снова наведывалась в Волжскую ТГК. И добилась обещания прислать сотрудника. А теперь выясняют у секретаря, почему обещанный специалист не появился. То есть просто отмазались от нас очередной раз. Вы хотите с Дмитрием, да, с этим переговорить? Да, я хочу с ним переговорить. Я звонила, сначала его не было, сейчас недоступен. Его тоже нету. Он уехал в Ленинский район. Уехал в Ленинский район. Замечательно. А к нам, когда он появится тогда? Ну, если мы будем таким образом все время проигрывать, то извините, как говорится, русский бунт жестокий будет. Так же нельзя делать. Народ уже возмущается. Сколько же можно это беспредел терпеть? Люди собираются обращаться в приемную президента Путина и прокуратуру. А если не поможет, звонить в федеральную телепрограмму «Контрольный звонок». Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.